Девушки отдыхают Ну, на самом деле, давайте начнем, наверное, в общем, да, с устройства. Надо понимать, что вся информация, которая есть в вашем смартфоне, так или иначе может быть доступна кому-то из-за нет. Потому что делаются в облако резервные копии как в целом часто самого телефона, так и отдельные программы взаимодействуют. Так что все должны понимать, что любая информация, фотографии, какие-то записи, очень часто какие-то пароли выносят, все, это все может быть доступно из-за нет. Вопрос, кому и насколько просто получить к этому доступу. Администраторы Google точно имеют к этому доступу. Ну, естественно. То есть тут уже нет вопросов, это 100%. Значит, кроме этого, да, если мы говорим в целом к информации, которая уже есть в вашем смартфоне, понятно, что смартфон это сейчас очень продвинутое устройство с большим количеством функций. И так или иначе все эти функции могут быть использованы для того, чтобы, как уже было сказано, за вами следить. Ну, наверное, первое и самое очевидное, всем, наверное, известно, это функция GPS, функция глобального позиционирования локации. Она есть в каждом современном устройстве. Естественно, у вас большое количество приложений, которые уже используют данную функцию. Я сейчас даже покажу, вот у меня есть такая хронология, вот, в телефоне. И видно, где ты был, где останавливался. Да, где я был, можно выбрать календарь, например, и поставить там любое число, например, вот 1 марта, где я был, он мне покажет, смотрите, весь мой маршрут, куда я ездил за это время. Ну, понятно. Хоть я этого и не отмечал. Причем, смотрите, на самом деле, не только доступ к таким данным, например, имеют программы, вот, непосредственно карты, но и, например, какие-то фотопрограммы, которые отмечают, где была сделана фотография и прочее. Но это еще, как бы, не так интересно. На самом деле, есть достаточно большое количество программ, которые получают доступ к другим функциям, может быть, не всегда очевидным. Ну, понятно, есть камера, есть микрофон, которым можно воспользоваться, чтобы, как это, получить доступ, есть еще более экзотические функции. Ну, например, уже 5 лет назад была представлена программа, которая позволяла, ну, получала, она, как это, была такой, как позиционировалась, как программа для того, чтобы сделать красивые фотографии. Но на самом деле у нее были скрытые возможности для разработчиков. Она сама использовала камеру для того, что делала фотографии в каком-то определенном месте выбранной геолокации, потом позволяла сделать трехмерную картину того помещения, например, в котором телефон находился, по большому количеству фотографий, вплоть до детальных копий документов, например, лежащих на столах и прочего. То есть, получается, когда человек пользовался такой программой, да, он, не подозревая, мотал телефоном, да, крутил телефон, а телефон втихаря все фотографировал. Кроме того, вот еще одна интересная программа, которая тоже следила за пользователями, очень часто мы сидим, работаем за компьютером, кладем телефон рядом, так вот, используя датчики, находящиеся в телефоне, даже не камеру, а просто вот датчики, она считывала то, какие клавиши, конкретно какие клавиши вы набираете на клавиатуре, позволяя, например, узнать ваши пароли от устройств. Ну, то есть, если человек скачивает приложение, да, нужно обращать внимание на то, каким функциям приложение запрашивает доступ. Если Инстаграм камере просит, то это нормально, потому что иначе ты не загрузишь фотографии. Ну, вот смотрите, здесь надо понимать, что, конечно, сейчас у нас в основном устройства, которые на трех платформах, это платформа Windows, платформа Android и платформа от компании Apple iOS. Значит, конечно, здесь несколько ситуаций неравные, потому что пользователи Apple находятся в несколько более защищенном положении, просто компания Apple уделяет достаточно большое внимание тому, что... Но фотографии голых знаменитостей были только от Apple. Ну, ровно, наверное, это означает то, что, во-первых, знаменитости в основном поголовно все пользуются техникой Apple, а во-вторых, они как раз... И они подвержены опасности, в первую очередь. Да, и доступ к ним был получен как раз еще раз через то, что был взломан их облачный аккаунт, они резервировали свои фотографии в облаке. Вот, но здесь один стоит сказать момент, что, во-первых, конечно, Apple... Почему защищено? Потому что большинство приложений, которые находятся под Apple, они проходят очень строгий контроль со стороны... Да, сертификацию там серьезную. ...производителя самого устройства. На это очень жалуются разработчики, которые говорят, что у нас там по месяцу уходит для того, чтобы публиковать. Но зато пользователи получают, ну, более защищены. Что можно сказать из рекомендаций, да, для пользователей? Первое, конечно... Я теперь можно вас перебью. Если вы красивая девушка, обязательно берите в сауну с собой телефон. Это первое, что нужно... Это вредный совет от Александра Смола. Это 100% нужно делать, потому что мы узнали, да. Смотрите, на самом деле, конечно, нужно всегда внимательно следить, что за приложение вы скачиваете и к чему это приложение получает доступ. Например, в устройствах от Apple в настройках можно посмотреть буквально вот по каждой функции, какие приложения имеют доступ к геолокации, какие приложения имеют доступ к вашим контактам, что имеет доступ к микрофону, что имеет доступ к... Ну, еще, ну, там, там, перечень достаточно обширный. И, соответственно, посмотрите, если вы считаете, что для этого приложения вам не нужно, чтобы оно имело доступ к контакту, ну, отключите его, да. Вот. Второй момент, и очень важный, это все-таки рекомендация не пользоваться так называемыми бесплатными зарядками, которые иногда располагаются в разных публичных местах. Имеется в виду, например, какими-то ящиками, которые говорят... Коробка с проводочками, да? Потому что, ну, вот на последней хакерской конференции, ну, не последней, по-моему, она пару лет назад была хакерская конференция, вот установили такие зарядки, и потом, если ты в нее втыкал, то у тебя на экране появлялось сообщение, что поздравляю, ваш телефон взломан. Естественно, это была просто... Как демонстрация возможностей. Да, да, но на самом деле, естественно, если вы втыкаете какой-то проводок в свой телефон, не факт, что на другом конце этой коробки расположена действительно зарядка. Просто зарядка, да. А не какой-то компьютер, который в этот момент моментально начинает взламывать ваш телефон и считывает все данные, которые находятся у вас. Вот смотрите, последняя минутка паранойи была посвящена у нас тому, что, например, ты надиктовываешь сообщение в WhatsApp кому-то, просто диктуешь. Ну и в ВКонтакте сейчас тоже есть аудиосообщение. И после этого у тебя, и может это совпадение, всплывает реклама того, о чем ты говорил. Например, ты говоришь, вот слушай... Купи такой-то кофе. Да, телек, например, ты смотрел, такой классный телек, и реклама какого-то телевизора всплывает. Реально ли это, что даже аудиосообщения подвергаются тому, чтобы продать себе что-то в итоге? Ну, естественно, смотрите, на самом деле надо сказать, что большое количество программ, вот которые распознавание голосом, или когда вы делаете художественную обработку фотографий, на самом деле это делает не ваше устройство. Ваше... то, что вы там... ваш голос уходит, отправляется на сервера соответствующей компании, там, Google, ВКонтакте или еще какой-то... Ключевые слова выдергиваются. Да, и, соответственно, там это все распознается в слова, а дальше эти компании используют для того, чтобы вам продавать. На самом деле, Google, компания, основной свой доход имеет доход от рекламы, от того, что она устраивает таргетированную рекламу, то есть она знает, какую рекламу вам нужно показать, что находится в вашей зоне интересов, естественно. Я тоже обращал на это внимание. А еще ведь и по фотографиям тоже распознают. Если ты, например, грубо говоря, в магазине сфотографировал кружку, он этот символ распознает и потом может предложить тебе рекламу посудного магазина. Ну, очевидно. На этом, собственно, и зарабатывают производители телефонов и операционных систем. Вот единственный способ, я так понимаю, который возможен, чтобы себя оградить, как предложил вчера наш режиссер, какие-то очень плотные чехлы на телефоны, в которых камера закрыта, тыкс, сложил его там, и пока не пользуешься, он ничего не может снимать. Самый хороший способ, если вы хотите себя защитить, возьмите обычный телефон, не смартфон, без кнопочной, без камеры, без каких-то дополнительных функций, и тогда вы будете максимально защищены. Но единственное, что, конечно, я хочу сказать, что большинство из этих функций, следящих за вами, все-таки делается не для того, чтобы вас отследить, а для того, чтобы, ну, скажем так, где-то упростить вам жизнь и представить. И нужно понимать, конечно, что это огромные объемы информации, и если вы не являетесь такой целенаправленной мишенью для слежения, скорее всего, в том потоке информации, который поступает на эти сервера, никто отдельных людей вот в единичном не отсматривает. Если вы не скандальный политик или телезвезда, или кинозвезда, то можно быть более-менее спокойным. Иван Карлов, кандидат технических наук, IT-эксперт программы «Новое утро» был в нашей студии.